18 января 2018 года Обычно так делается в пределах государственной такой власти, которая немножко не уверенно, а может быть и немножко не уверенно себя чувствует на своем посту, то в это время, когда нужно совершить какие-то акты, которые явно будут идти в разрез интересам государства и интересам народа, проживающего на данных территориях, то в таком случае проводятся сторонние акты, такие акты, которые интересны народу на первый взгляд. И все внимание прессы, и все внимание всех руководителей как раз на эти вот сторонние мероприятия, а в это время за спиной проводятся некоторые события эпохального значения. И в данном случае речь идет о том, что Путин подписал указ об отторжении российских территорий. Я вот встретила здесь статью в интернете, и я не знаю, насколько она новая, эта статья, потому что где-то стоит, что она вот январская 2018 года, а где-то я слышала, что она гораздо ранняя. Однако же есть такая статья, и я вам ее зачитаю, чтобы вы не подумали, что все здесь полностью мое мнение, а я свое мнение буду высказывать по ходу того, как я буду вам читать то, что написано в этой интересной довольно статье. Скан статьи я, как всегда, дам в своем ролике. Так вот написано, что пока россияне радуются обретению Крыма и тратят свои деньги и силы на улучшение крымского образа жизни, а на Украине многие мечтают о присоединении к России. Я здесь, конечно, не уверена, что там мечтают о присоединении к России. Как раз наоборот, может быть, мечтают о том, чтобы совсем забыть Россию. Так вот, в это время президент РФ подписал очень важный закон, который может иметь самые тяжелые последствия. Как обычно, под шумок Нового года правящий режим, то есть наше правительство, пропихнул очень важный закон, который получит самые тяжкие последствия. Речь в законе идет об учреждении на Дальнем Востоке специальных территорий, опережающего развитие. Тор. Тор. Даже вот это самое имя, такое грозно звучащее, меч Тора, в которых будет ограничено действие российского законодательства, отменено местное самоуправление, и которые могут быть переданы иностранцам в длительную аренду. Но это, считай, насовсем. Ведь когда-то так же ушла Аляска. Для понимания масштабности задуманного отметим, что ради него изменили следующие кодексы Российской Федерации. Гражданский, градостроительный, трудовой, земельный, лесной, а также федеральные законы о законодательных и исполнительных органах власти субъектов Российской Федерации, о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах, о лицензировании, об экологической экспертизе, о таможенных отчислениях и другие законодательные акты Российской Федерации. Сам федеральный закон от 29 декабря 2014 года номер 473 ФЗ о территориях, опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации очень длинный, приведем лишь краткий анализ двух статей. То есть сам закон, конечно, он очень длинный, он, несомненно, в мелочах рассматривает каждую детальку, но это ведь еще и для чего пишутся длинные законы с огромным количеством слов. Для чего это пишется? А для того, чтобы читающий человек сразу не понял, о чем идет речь. А речь-то вот там, знаете, как две бусинки в ведре навоза. Ну так примерно и здесь. Речь-то совершенно определенно идет об одном. И сейчас я вам прочитаю статья номер 17. Особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития предусматривает льготные арендные ставки, приоритетное подключение к инфраструктурам, то есть им все, а вам ничего. Освобождение от уплаты таможенных сборов, освобождение от уплаты налога на имущество и земельного налога. А раз освобождение от земельного налога, значит, это уже не наша территория. То есть бюджету России практически ничего не достается, но особенно с учетом дополнений, которые сейчас я вам здесь прочитаю ниже. В статье 18 очень закамуфлировано по отношению к первоначальному правительственному варианту закона написано, что особенности трудовой деятельности лиц, работающих у резидентов территорий, опережающего социально-экономическое развитие, устанавливаются Трудовым кодексом РФ. То есть на первый взгляд все нормально. Однако при этом в федеральном законе от 31 декабря 2014 года номер 519 ФСЗМ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона о территориях, опережающего социально-экономическое развитие, установлено, что первое, получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников не требуется. То есть китайцы сколько захотят своих работников ввести на территорию, которую они взяли в аренду, столько и везут. Разрешение больше не требуется. Второе. Разрешение на работу иностранному гражданину, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности резидентам территории, опережающего социально-экономическое развитие, выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а также выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, установленных правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством. То есть первоначальный правительственный вариант просто размазали по двум законам, чтобы без дотошной проверки было невозможно докопаться до смысла. И вроде как и законы пишут какие-то враги. Понимаете, чтобы сел человек, но и не смог докопаться до смысла, если он не юрист, если он не все до конца понимает. И вот еще статья 28 «Особенности принудительного отчуждения». А это самое внимательное, слушайте, особенности принудительного отчуждения земельных участков, изъятия земельных участков или расположенных на них объектов недвижимого имущества, иного имущества для государственных нужд. Это самый страшный закон. Вернее, статья в этом законе самая страшная об отчуждении, о принудительном отчуждении. Второе. Решение о принудительном отчуждении земельных участков, изъятии земельных участков или расположенных на них объектов недвижимого имущества иного имущества на территории переезжающего социально-экономического развития принимаются уполномоченным федеральным органом по хозяйству управляющей компанией. Управляющая компания будет принимать решение. Вот стоит ваш дом на земле, а он вдруг кому-то понадобился и хотят там поставить гостиничный комплекс. И кто же будет у вас спрашивать разрешение? Да никто. Снесут ваш дом. Вы, наверное, думаете, что вам и компенсацию дадут. Да как-то вот не выходит с компенсацией. Так, чтобы вы могли на эти же деньги купить свой такой же домик в хорошем месте. Даже и в плохом не купите вот такие компенсации. Это было уже пройдено на территории города Сочи, когда шло олимпийское строительство. Это и на других территориях России. Просто такие вещи СМИ стараются не печатать, не публиковать. Они опасны, ведь народ может подогреваться и взрываться. Однако же это происходит. Таким образом, на территории РФ фактически упраздняется право собственности. Земля и имущество будут изъяты у российских владельцев для создания и развития объектов и инфраструктуры на территориях, на которых будут проживать иностранцы в любых количествах и на протяжении длительного времени. Но на самом деле вот это издание пишет, что они на самом деле следят за этим законом и значит и за такими вот преобразованиями в государстве. этим выведенным из-под российских законам образования по сути государством в государстве. Я помню были такие разговоры, когда сказали, что Путин забирает себе вот 60% от территорий российского государства, а все остальное уходит другим людям. Просто взяли несколько человек, я так понимаю, и поделили песочницу между собой. Но чем государственное управление, чем не политики? Конечно, они похожи на каких-то пьяниц в баварском таком пивном баре. которые делят кусочки земли по договорной цене. На самом деле, видите, прочее ли туда руководителем, как здесь написано, вице-премьера Шувалова, задачей этого образования со штабом во Владивостоке изначально являлось привлечение инвестиций в освоение территории Сибири и Дальнего Востока и эффективное использование природных ресурсов. и опережающая в ее введение 16 субъектов, составляющих 60% территории России, выводятся из-под федерального закона о недрах, лесах, земле, городостроительстве, трудовой деятельности и гражданстве. Осуществлять свою деятельность этот лимитров будет без проведения предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур, право использования недрами и лесными ресурсами на участках, необходимых для реализации инвестпроектов. Кроме того, мы знаем, что передать новому государству планирует крупнейшее в России золоторудное месторождение Сухой Лог, железно-рудное месторождение Ударонгское и Нижнеангарское, а также нефтяное лодочное. Ну, в общем, все самое богатое уйдет вот в это новообразующее государство в государстве. Предположим, то есть они не будут подчиняться ни российскому закону и вообще как бы уйдут из-под вообще из-под российского закона. Предположим, что все это делается на благо России. Ведь нам постоянно внушают, что у нас все равно нет и, видимо, не будет денег на развитие Дальнего Востока, поскольку мы все откладываем деньги в черный день, в подушку безопасности в США, который нам ее никогда не вернут, а свои деньги напечатать мы не можем. Ну, это, конечно, я хочу сказать это то, что действительно говорят нам, что мы бедные, у нас нет никогда денег и никогда их не будет. Ну, такие вот мы нищие, понимаете, страна нищих, но мы же нищие не своими богатствами, а своим менталитетом. Кстати, тем самым Владимир Владимирович осуществит мечту самой отъявленной либеральной тусовки. Ну, вот здесь какая-то либеральная тусовка, я думаю, что не совсем так, конечно, просто, когда идет раздел уже земель внутри государства на такие вот отдельные государственные образования, то это либеральная либеральная ли она тусовка или коммунистическая или еще какая-нибудь яблочная, то никого это не волнует. Оно просто имеет свои названия, а более ничего. Несложно догадаться, что эти территории выделяются под наших китайских партнеров. предполагается, что к нам приедут китайцы и сами за свои деньги будут развивать уже свои земли, но уже не наши. Ну, и как вы понимаете, готовится просто хищное разбазаривание наших земель. Я, конечно, не совсем думаю, что именно разбазаривание земель, а просто выжимка, выжимка, знаете, как вот выжимают дух святой из Руси. Так же и здесь будет все происходить. Это выдавливают сначала масло, то есть кровь, потом жилы, мышцы, а потом и дух Руси выжмут. А что же вы хотели? Ну, вы же сами голосуете, идете сегодня голосовать на выборы за Грудинина. И вы думаете, что это достойный человек. Я вам дальше расскажу потом о достоинствах данного объекта. Криатура спецслужба очередная. Ну, другие идут за Путина голосовать. Но ведь никто не думает о том, что страны мы лишаемся. У нас ее уже нет практически. Нас лишают. Мы еще живем на территориях и мы думаем, что это наши территории. Мы патриоты. А какие мы патриоты? Чего? А где ваша территория? Где ваша земля? Ведь даже ваши несчастные шесть соток могут вам не принадлежать, как вы видите, из новых федеральных законов. Вы же видели уже, да? И даже квартиры, которые находятся здесь, Собянин недавно объявил, что они тоже не частная собственность москвичей. А все в руках Собянина. Захотят дом сломать, а не сломают, отнимут у вас вашу жилплощадь. Думаете, вам кто-то будет слишком уж компенсировать? Я боюсь, что нет. Это вы так привыкли, вам так внушили с вашего самого рождения, что вам будут все компенсировать, что все, скажем, то, что у вас возьмут, вам еще дадут и лучше. Ну, дождите, конечно, вам дадут лучше. Хлыстом по пяткам и пошли вон. Кому вы нужны? Вы же мешаете, если в городе идет строительство, вы мешаете, вы уже лишние люди. А если на Дальнем Востоке планируется создать молодую китайскую республику, то там все белые, русскоговорящие, лишние. Вот когда мы это осознаем, мы, может быть, поймем что-то. Хотя вряд ли. Вы знаете, вот создан такой вот тип Совьетикус, Homo Sapiens. Люди начали претензию предъявлять мне, почему я так говорю. А какого вы вида? Вот вы сами подумайте. Вас бьют, мы летаем, нас бьют, мы летаем. А куда вы летаете-то, друзья? Вы понимаете, вам вот эти даже песенки подкидывают дешевые, что вас бьют, а вы летаете. Куда летаете? Из вас дух вышибают, да, и вы полетели, полетели на небеса. Даже этого вы не можете понять. Я не говорю, конечно, про всех. Я знаю, что многие меня слушают люди достойные уважения и с хорошими умственными способностями. И это я тоже знаю. И спасибо им за их комментарии и за их понимание тех слов, которые я говорю. Ну, а в большинстве вот эти комментарии бывают иногда от Шариковых такими злобно стучащими своими зубками, зубками, вот стучат, стучат, кусаются они зубками. Я вам дочитаю до конца статью. По публикациям 2012 года мы знаем, что единственным контрольным органом должна была остаться счетная палата, но проверки могли осуществляться только при непосредственном указании президента. В дальнейшем все ее лицензии планировалось передать в уставной капитал участников проекта тем, кого назначат его руководство. Полномочий у такой компании много и список может быть расширен. Ну и как вы понимаете, никакого контроля, никакой отчетности здесь быть не может. Просто земли передаются. Ну, просто так, конечно, земли никогда не передаются. Они продаются или такой бартерный обмен за какие-то условия. В данном случае мы не знаем, какие условия здесь выставил наш правитель в лице Путина. На самом деле это, конечно, система. Это не один человек управляет. И когда мы виним Путина, это хорошо так есть, иметь одну точку, одно имя, которое можно долбить. Но что он может один решить? У него есть система. Он работает в соответствии со своей системой. Он просто стоит на вершине для народа. На самом деле по управлению, по своим полномочиям, он не самая сильная фигура в нашей стране. Он обязан подчиниться. Поэтому такая ситуация складывается без ответственности. Ну, а далее говорится, что за какие-то определенные услуги мультимиллиардер Путин будет готов расплатиться Сибирью. На самом деле, опять-таки, здесь от него мало что зависит. Конечно, Сибирь будет уходить под другое руководство. И это понятно. И, скорее всего, на Сибирь сядет другой царь, царек. Уже все давно поделено, как вы понимаете. Поэтому сядут другие люди управлять. Управлять вот этим громадным хозяйством, как Россия, бизнесмены не могут. А все они, кто сегодня стоят у власти, это бизнесмены. Это не руководители. быть руководителем, а тем более высокого уровня руководителем. Это нужно быть семипядей во лбу. Помните, как раньше говорили, помазанник Божий. То есть, это тот, кому сверху Господь дает возможность, умственную возможность и силы руководить страной. Это и есть помазанник Божий. А если он простой человек, скажем, просто рожденный без всякого помазания, но в таком случае он не имеет возможности руководить большой страной. И вообще все, что касается Китая, это вообще особая тема. Китай сам по себе не Китай как таковой. Мы вообще не знаем, что такое Китай. ведь Китай на самом деле заселен только по периметру. Вот по периметру он заселен и густо заселен. Вся середина Китая, она принадлежит другому существу или другому управлению. Она не подчиняется китайскому руководству. Весь центр Китая. И мы вообще не знаем, что там находится в центре Китая. Но я, конечно, могу предполагать, что там находится. Опять-таки это разговор совершенно на другую тему, которую мы позже с вами возможно затронем. Возможно и нет. Это ведь, видите, надо, чтобы люди понимали, что это такое. И даже если я вам скажу, что мы очень многим обязаны Китаю за молчание, за соучастие или за даже соучастие в царской короне, мы тоже обязаны Китаю. Ну, не говоря уже о том, что там живет часть царской короны, которая претендует, конечно, на управление миром. И откуда мы знаем, что есть в том самом тестаменте, может быть, там как раз и говорится, что Китай должен править и управлять миром. Ведь нам, как скажут, так мы и делаем. Матрица, она затягивает, она нас перемалывает и наши мозги. Вы проснулись завтра и уже по-другому мыслите. Вы этого не замечали? Что вы вчерашний, вы сегодняшний разные абсолютно люди. Вы по-разному мыслите. Вы думаете, это прогресс, это... Нет. Это то, что вам навязывают. Вам навязывают сверху руководители. Они захотели, навязали вам одну доктрину или одно восприятие. Менталитет ваш лепили, знаете, как пластилиновый. Но захотели, по-другому сделали. Пришли другие там наверху и сказали скидывать сапоги. Власть переменилась и начали вам заново лепить ваше восприятие жизни. Но и однако же вам никогда не покажется, что это не ваши мысли. А оно именно так и происходит. Это не ваши мысли. Это вам навязывают мысли. Но ведь не даром столько антенн стоит на ваших домах. Они же для чего-то существуют, для того, чтобы направлять ваши мысли. А о том, почему и как мы обязаны Китаю, я расскажу вам в следующий раз. Я Таня Карацуба Сиитбурхан. 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 Сиитбурхан.